Приднепровская ТЭС. Раньше на этот склад под открытым небом привозили 7 тысяч тонн угля в сутки. С 11 февраля из-за блокады железной дороги с неподконтрольных территорий не привезли ни тонны. На станции режим экономии. Уже остановлен один энергоблок. Для экономии угля мы работаем двумя блоками. Поэтому это из расчета продлить работу станции для обеспечения теплом жителей города Днепропетровска. Если поставки не возобновить, через пару недель остановится еще один блок. В первую очередь почувствуют жители Днепропетровска, это его левобережная часть, куда мы поставляем тепловую энергию. Это почти 300 тысяч населения. Они останутся без тепла. Днепр попадает как раз в число тех городов, где будут применяться веерные отключения. Приднепровская ТЭС может работать только на антраците. Переделать блоки для работы на угле газовой группы можно. Для этого нужен минимум год времени и больше 600 миллионов гривен. Данного запаса угля хватит до конца марта. Потом может произойти неизбежный процесс останова станции. Следом за теплостанциями снижают мощности и промышленные предприятия. Дефицит угля уже почувствовали на Авдеевском Коксахиме, медкомбинате в Каменском, заводе в Краматорске. Если поставки угля с неподконтрольной территории не возобновить в ближайшее время, выпуск продукции уменьшится в разы. А значит и украинский экспорт, и валютная выручка, что снова дестабилизирует гривну.